Лето — это всегда пора горячих трансферных слухов и новостей. В это время топ-клубы расчехляют кошельки и усиливают составы перед новым сезоном. А еще лучше, когда подписать сильного футболиста удается не за деньги, а совершенно бесплатно. Гол-24 представляет топ лучших бесплатных трансферов в 21 веке. А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? Роберт Ливандовский. Боруссия, Бавария. Бесплатный переход поляка из Дортмунда в Мюнхен, пожалуй, лучший трансфер в истории за даром. Издание ESPN поставило Ливандовского на первую строчку в рейтинге лучших бесплатных переходов. Не мудрено, за годы выступлений за Баварию Роберт помог ей шесть раз стать чемпионом Германии и не намерен останавливаться на достигнутом. В минувшем сезоне Ливандовский показал просто сумасшедшую статистику, забив 34 гола в 31 матче чемпионата Германии. На днях Бавария разгромила Челси со счетом 4-1, а поляк поучаствовал во всех голах команды, забив пару и отдав два асиста. Председатель правления Баварии Карл Хайнс Румениги жалеет, что в этом году было отменено вручение золотого мяча. Ливандовский точно был бы одним из главных претендентов на награду. Я считаю, что Роберт проводит фантастический сезон, пожалуй, лучший в карьере. К сожалению, Францфутбол отменила золотой мяч, что нас не очень-то радует. В конце концов, это несправедливо не только для Баварии, но и для Роберта, который, возможно, выиграл бы. Считаю важным, чтобы в сезоне, который за исключением французской лиги был доигран до конца, был возможностью отдать золотой мяч лучшему футболисту мира. «Конечно, я считаю, что в текущих обстоятельствах у Роберта был отличный шанс выиграть его впервые в карьере», заявил Румениги. Лига чемпионов в самом разгаре. Лучшие клубы мира борются за главный европейский трофей. В прошлом году было много неожиданностей, в этом точно будет не меньше. Самое время воспользоваться выгодным предложением от легендарного букмекера Бивин и застраховать свою пари на Лигу чемпионов. Да-да, теперь они работают и в России. Надежность компании 10 из 10, ведь они являются официальным партнером Атлетико, Валенсии, Интера, Баруси и других топ-клубов. Бивин – это стопроцентная гарантия безопасности денег на счете. И не забывайте, что по ссылке в комментарии вас ждет еще и полная страховка на первое пари. Доверяйте только проверенным, таким как Бивин. Прямые трансферы по этому маршруту происходят крайне редко. Болельщики канониров и шпор ненавидят друг друга, как человек, страдающий бессонницей, не любит шумных соседей. Тем более, что Кэмпбелл был воспитанником Тоттенхэма, провел в клубе долгих 10 лет и стал его капитаном. Кто мог подумать, что Сол променяет родные пенаты на лагерь злейшего врага Арсенала? Однако в 2001 году это случилось. Кэмпбелл раздосадованный, что шпоры не предложили ему солидные прибавки к зарплате, отказался продлевать соглашение. И задаром отправился в стан Арсенала, к Арсену Венгеру. Это решение было стратегически верным. В первом же сезоне в составе Арсенала Сол выиграл золотой дубль, одержав победы в АПЛ и Кубке Англии. А спустя два года он стал частью легендарного непобедимого Арсенала. Канониры не потерпели ни одного поражения за всю АПЛ и навсегда вошли в историю турнира. В 2006 году Арсенал был близок к победе в Лиге чемпионов. Кэмпбелл сделал для нее все возможное, забив гол в финале против Барселоны. Однако каталонцы все же победили со счетом 2-1. Тем не менее, его трансфер однозначно вошел в пантеон лучших бесплатных сделок в мировой футбольной практике. В 2011 году руководство Милана совершило роковую ошибку, посчитав, что 32-летний Андреа Пирло больше не принесет команде серьезной пользы. Андреа бесплатно приютил Ювентус и не прогадал. В составе Бьенканери Пирло за 4 сезона 4-жды выигрывал чемпионат Италии, больше чем за 10 лет в Милане, и вообще как будто обрел вторую молодость. В 2015 году, в последний сезон плеймейкера в Турине, Ювентус добрался до финала Лиги чемпионов, где проиграл Барселоне, хотя и достойно бился до самых последних минут. «Мне очень повезло играть с идолом детства, Пирло. Не скрываю, что хочу быть похожим на него. Он брал все важные трофеи, всегда играя важную роль в команде». Восхищался Андреа Пирло французский полузащитник Поль Пагба. А буквально на днях Пирло абсолютно неожиданно стал главным тренером Ювентуса, сменив на посту Маурицо Сари. Как вы думаете, справится ли 41-летний Андреа со столь напряженной работой, учитывая, что у него совсем нет тренерского опыта? Черкните в комментариях. Спасибо. Джеймс Милнер. Манчестер-Сити. Ливерпуль. Когда в 2015 году он на правах свободного агента перебрался из Манчестера в Ливерпуль, на этот трансфер мало кто обратил внимание. Англичанин никогда не был медийной звездой, оставаясь в тени своих более распиаренных коллег. На тот момент никто представить себе не мог, что в Ливерпуле Милнер, раньше, чем это сделает Манчестер-Сити, станет победителем Лиги чемпионов и примет непосредственное участие в историческом, в первом за 30 лет успехе красных в национальном чемпионате. Болельщики обожают трудягу Джеймса буквально за все. За двужильность, готовность сыграть на любой позиции. Помните, как Юрген Клоп ставил Милнера на левый фланг обороны? Также его ценят за подчеркнутую скромность и умение хладнокровно исполнять пенальти. Джеймс — авторитетная личность в раздевалке и тот, кого игроки слушают и уважают. Когда мы играли с Барселоной на Энфилде, он был одним из первых, кто приехал на базу в Мелвуд, и как только он открыл дверь, начал мотивировать и подгонять остальных парней. Мне это понравилось. Мне многое импонирует в этом спортсмене, но кое-что нравится особенно. Он действительно продолжает становиться лучше, как игрок. У него выдающиеся отношения к футболу. Он заботится о себе и о других. Восторгается Милнером Юрген Клоп. Хенрик Ларсен. Селтик. Барселона. Сейчас в это трудно поверить, но на стыке 20-го и 21-го веков шотландский чемпионат был мощной силой и привлекал талантливых игроков, которые с удовольствием переходили в Рейнджерс или Селтик. Так в 1997 году поступил швед Хенрик Ларсен. Ярко проявив себя в Фиенорде, он перебрался в Селтик и стал там настоящей легендой. За семь сезонов в составе кельтов Ларсен забил 174 гола в 221 матче и четырежды выиграл национальный чемпионат. В 2004-м Хенрик в возрасте 33 лет на правах свободного агента перешел в Барселону. Главный тренер Франк Райкард использовал его как игрока ротации, но Ларсену было суждено сыграть ключевую роль в главном матче в истории той догвардиоловской Барсы. В том самом финале Лиги чемпионов 2006, где забитым мячом отметился Сол Кэмпбелл, Барселона уступала Арсеналу со счетом 0-1. Канониры никак не хотели сдаваться, хотя и играли с 18-й минутой в десятером. Тогда Райкард вынул из рукава Джокера, выпустив на поле Ларсена. Выход шведа перевернул игру, он отдал две голевые передачи. Сперва на Самуэле ЭТО, затем на Жулиану Белетти, а кулис дожали изможденных пушкарей. Все те, кто недоумевал, зачем Барселоне понадобился 33-летний полупенсионер, в одно мгновение умолкли. Если бы не Ларсон, ушастый кубок, скорее всего, улетел бы в Лондон, а не в Каталонию. Ну а на этом все. Спасибо за просмотр. Надеемся, что вам нравится наше творчество. Не забывайте ставить лайки, комментировать и подписываться на наш канал. Также нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео.